Привет! Сегодня мы расскажем вам о категориях годности. А, Б, В, Г и Д для обычных людей это просто первые буквы-инфамита. Но для призывников они обретают особый смысл. Ведь от этих букв зависит их будущее на ближайший год. В этом видео мы разберем все нюансы, связанные с каждой категорией годности. Отправить служить или нет, а если отправить, то куда? Каковы последствия постановки категорий и что делать, если получил не ту категорию? Существует 5 основных категорий, плюс у некоторых из них есть модификации, обозначаемые цифрами. А. Годен к военной службе. Принимается решение о призыве во все возможные виды войск. Б. Годен с незначительными ограничениями. Принимается решение о призыве в виды войск, в которых не нужно безупречное состояние здоровья, например, сухопутные инженерные войска. В. Ограничено годен к военной службе. Принимается решение об освобождении от призыва и зачислении в запас. Гражданин годен только в военное время. Г. Временно негоден к военной службе. Принимается решение о предоставлении отсрочки от призыва на срок до одного года. Д. Негоден к военной службе. Принимается решение об освобождении от исполнения воинской обязанности. Гражданин прекращает взаимодействие с военкоматом, не призывается даже в военное время. Категория В. Расшифровка категории В ограничена годен к военной службе. Это означает, что человека не призывают в мирное время, зачисляют запас и могут призвать только на военные сборы или во время мобилизации. Для постановки категории военкомат должен подтвердить наличие непризывного заболевания, указанного в расписании болезней. Часто встречающиеся непризывные заболевания это Близорукость, более 6,25 диоптрий, статья 34 Продольная плоскостопия третьей степени, статья 68 Гипертоническая болезнь, статья 43, расписание болезней Так что, если у тебя есть подозрения, хотя бы на одно из них имеет смысл более тщательно изучить свое здоровье в процессе подготовки к призыву. Постановка именно этой категории годности является законным и самым безопасным способом получить военный билет. Категория годности не влечет за собой никаких либо ограничений в иных сферах жизни гражданина. Категория Д. В отличие от категории В, категория Д не предполагает даже зачисления в запас. То есть человек не сможет быть призван на военные сборы или по мобилизации. Освобождение от исполнения воинской обязанности означает полное прекращение взаимодействия с военкоматом. Категория Д ставится при наличии у призывника более серьезных заболеваний, при которых служба невозможна ни в какой форме. Такими являются, например, приобретенные пороки сердца, статья 42, алиментарное ожирение четвертой степени, статья 13, расписание болезней. Точно по такой же логике, как и с категорией В, сама по себе категория не может накладывать никаких либо ограничений на дальнейшую жизнь человека. Быть ограниченным в чем-либо можно только из-за конкретного заболевания, по которому ты получил категорию Д. Как, например, получив диагноз шизофрения, призывнику будет выставлена категория Д, однако вместе с этим он будет лишен дееспособности и ему назначат опекуна. Категория Г Категория годности Г подразумевает временную негодность к военной службе. Такие призывники получают отсрочку от призыва на период, который необходим для восстановления функциональных нарушений, вызванных заболеванием, однако не более чем на один год. После решения об отсрочке по категории Г, призывник, вероятнее всего, получит повестку на следующий призыв для прохождения нового медицинского освидетельствования. Повторную отсрочку по одному и тому же заболеванию получить по закону нельзя. Если заболевание из статуса временное перешло в статус хроническое, по нему надлежит определять категорию В или Д и освобождать от призыва или воинской обязанности. Категория Б Категория Б годен к военной службе с незначительными ограничениями. Влечет за собой призыв гражданина на военную службу, только в более ограниченный перечень воинских формирований, чем с категорией А. Для разграничения призывников в зависимости от тяжести заболевания, с которыми можно проходить службу по призыву, предусмотрены показатели предназначения, обозначаемые цифрами B1, B2, B3, B4. Чем больше число от 1 до 4, тем тяжелее заболеваний и тем меньше видов войск, в которые призывник может быть допущен. Например, категория B1 – морская пехота, пограничные войска. Категория B2 – военно-морской флот, танковые войска. Категория B3 – водитель, член экипажа, БМП. Категория B4 – радиотехнические части и иные, не требующие сильной физической нагрузки. Категория B4 – самая пограничная с непризывной, как правило, очень легко может перерасти в категорию В, если действовать под чутким руководством врача и заранее перед медкомиссией подготовить нужный пакет документов. Однако, если категория уже выставлена в военкомате и представлена на призывную комиссию, с вероятностью 99% комиссия вынесет решение о призыве и не станет никого слушать. В данной ситуации изменить категорию можно, заручившись с поддержкой юриста и подав жалобу в вышестоящую комиссию. Категория A. Категория годности A – годен к военной службе, влечет за собой вынесение решения о призыве на военную службу. Это самая высокая категория из возможных, дающая возможность попасть практически во все виды войск. Категория A также предусматривает показатели предназначения A1, A2, A3, A4, но учитывает не наличие заболевания, а лишь особенности физиологического развития, чтобы более точно подобрать призывнику место прохождения службы.